Ребята, рекомендую вам подписаться на канал Калямба ТВ, на этом канале, ребят, выходит очень разнообразный контент, ну а самое главное, что видосы здесь выходят довольно-таки часто. Так что, если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, ссылочка будет в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня у нас скидочки в Танк Онлайн на пушечки и, конечно же, я буду себе их брать. Так, и, так сказать, я вчера брал, ребята, корпуса и понял, что если купить еще парочку корпусов, тебе выйдет нехилая такая скидочка. Вот, в связи с этим, я так думаю, сперва я буду скупать самые дешевые пушки, но потом уже к дорогим, может быть, там еще более такая скидочка выпадет и это будет довольно-таки прикольно. Так, ладно, давайте покупаем Рокинцу с М3, БД ищ, есть, ребята, вот о чем я и говорил, еще у меня скидочка выпала в 5%, а это, знаете, очень довольно-таки хорошо. Так, давайте теперь рельсу берем, М3, конечно же, берем, там, что еще самое дешевое такое? Так, вот, вот, Венсяра М3 за 99 тысяч всего лишь, конечно же, берем, е-мое. Так, потом у нас идет молот, да, как я по-моему, самый дешевенький? Да, молот, потом вулканы, шапки. Окей, давайте, молотю выберем. М3, БД, еще взяли, вот, видите, ребята, еще скидочки уже в 60%, вот это, вот это вот называется, найс. Ну, мы и так от самого дешевого покупали к самому дорогому, теперь шафтенка, берем М3, не знаю, для чего я, ребята, беру себе шафт, М3, я на него один фиг не играю, ну, пусть будет тогда для полной коллекции, для полного счастья. Так, вулканчик М3, БД, еще есть. Так, теперь у нас рикошет, да, рикошет же? Нет, изида, изида стоит намного дешевле, может быть, там еще скидок вы уйти, вот, ребята, опять скидочка выпала. Офигеть, смотрите, уже 65% скидка. Сейчас Жигу берем, она дешевле стоит, так, нет, я хочу сперва ее установить. Так, вот она, Жигули, 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 БД, еще есть, взяли себе, ребята, Жигу М3. И осталось у нас всего две пушечки, здесь, я так думаю, уже нет смысла. Так что давайте устанавливаем рикошет, конечно, покупаем его М3, и покупаем, ребят, себе последнюю пушечку М3, это фриз. Просто обалденский и офигенский фриз. М3, да, просто покупаем, есть, ребята, ну и все. У меня теперь весь гараж, ребята, М3Т. Просто, ребята, фулл гараж М3, название Маршал. Вот, но я еще раз говорю, корпуса я буду брать себе вас, пикэкстишного. Но этого я себе не буду брать, так что можно считать, что уже тоже до М3 фулл, потому что я себе потом вас повозьму, и все будет довольно-таки изи. Так что, ребята, сейчас я найду конью битву, и там уже продул. Так, ну что же, мои дорогие друзья, я нашел каточку, в которую я, соответственно, буду сейчас играть. Я, к сожалению, зашел тут не с самого начала, так что какое-нибудь первое место я уже тут навряд ли займу. Но, так сказать, просто рассказать о моих впечатлениях от этого Нового Года, рассказать, что да как, я, конечно, ребята, просто обязан. В самом деле, я очень долго шел к этой званочке, вы это и так без меня знаете. Вот, и то, что сейчас я себе прикупил абсолютно фулловый гараж, который у меня был на основе, я, ребята, просто-просто счастлив. Вот, единственное, что мне осталось сделать, это про МПК-шить. У меня еще есть целых 352 тысячи кристаллов, я думаю, к Новому Году они, опять же, у меня еще восполнятся просто на изичах. Я там буду еще играть, там получать, может, званочку себе апну за вот эти пару дней. Ну, за эти пару дней, кстати, я себе званочку навряд ли-то и апну, но как раз-таки накопить где-то еще 50-100 тысяч кристаллов, я думаю, это просто как нефиг делать. Так что, ожидайте, ребята. Я себе, кстати, опять же, в ожидании вопросов, которые опять же будут в мою сторону, я хочу сказать, что я буду себе качать. Блин, я что-то профтекал, забыл себе внарить аптечку, ну да ладно. Вот я себе, ребята, буду качать, конечно, это в первую очередь молота, не фулл. Насколько хватит кристалликов, там буду примерно рассчитывать, где-то 100 тысяч солью я на молота, ребята. Вот, потом я также солью где-то 100 тысяч на грома, и потом я буду себе, ребята, качать пушечку, ой, не пушечку, а наоборот корпус. Корпус будет называться Викинг, на котором я сейчас играю, потому что мне этот корпус просто, ребята, дико безумно нравится. Я в дальнейшем буду, конечно, прокачивать в себе до фулл М4, и на оставшиеся кристаллики, которые у меня там останутся, я вот даже не знаю, что качать, то ли модуль себе паучка вкачать, то ли еще очень такой эпичный из пушек докачать, то ли там рикошет какого-нибудь, опять же, себе вкачать, там, пару шагов, то ли вообще докачать мне стоит моего краски молота любимого. Ну, рикошет, кстати, ребята, я не знаю, буду качать или нет. Может, кстати, рикошеты я себе вкачаю, потому что эта пушечка мне тоже довольно-таки очень симпатизирует, то есть я на ней довольно-таки частенько играю, так что, возможно, ребята, мы себе даже на оставшиеся, там, 50-100 тысяч кристаллов, может, у меня будут, ну, я думаю, да, 100 тысяч кристаллов мы себе, опять же, вкачаем рикошетика, вот, и потом уже будем отталкиваться от этих МПКшечек, будем, конечно, ребята, себе в дальнейшем просто, ну, зарабатывать кристаллы в битвах, и, так сказать, улучшать по одному. По одному пунктику, и мне придется, ребята, тупо ждать, пока у меня улучшится, потому что, ну, как бы, особо больше я донать в этот аккаунт не хочу, я себе восполнил все, что у меня отобрали, то есть мой фулл гаражем третий, ну, там, конечно, у меня еще много корпусов, нищиковских таких отобрали, плюс такие красочки индивидуальные, которые уже не продаются, это, типа, за сборную русскую, и, конечно, красный костюм. Вот, эти красочки у меня больше не будет никогда на моих аккаунтах, потому что на мульте я их не приобретал, даже не знаю, почему, сейчас, скорее всего, даже жалею немножечко об этом, потому что, зная опять того же самого Виталька, он как раз-таки эти краски у нас приобретал на себе на мульте, на основе, везде, короче, он себе их прикупил, и, в итоге, они сейчас у него есть практически на всех аккаунтах. Ну, кроме там вообще самых-самых маленьких, там, вороньких пяток, насколько я помню, там он это дело себе не брал. Окей, тут у нас едет просто замечательная, выражительная пушка-ракетница, которую мы с легкостью просто убиваем, и сейчас добьем еще вот этого, а не, мы не добьем этого песня, потому что он решил самовыпилиться. Окей, я тебе, чувак, братан, понял. И сейчас, вот, кстати, после моего, ребята, м4-го гаража, когда у меня, ну, когда я себе апнул, опять же, гараж м3, сейчас у меня абсолютно все м3, кроме вас, вас, ребята, я себе буду брать экстичного, но немножечко попозже. Сейчас, как раз-таки, у меня все кристаллы будут уходить на МПКшечки, потому что скидок в дальнейшем на МПК, я так думаю, я не дождусь в скором времени, но, как раз-таки, я могу себе про-МПКшить и купить вас по эксе абсолютно в любое, ребята, время, потому что на него нету скидок. То есть на него скидки не действуют, ну, на, в принципе, все экстичные вещи, ребята, скидки не действуют. Это как раз-таки нам разработчики говорили еще в прошлом году, да и вообще во всех обновлениях, когда они вводили экстичные предметы, что скидок на экстичные никогда не будет, потому что, ну, это, типа, такие уникальные редкие скины, которые нельзя будет купить по скидке. То есть есть у них определенная цена в 500 тысяч кристаллов, соответственно, ребята, за такую цену и берите это все дело, если вы хотите. Вот, и, кстати, МПКшки у этих корпусов, они тоже, на них-то, соответственно, скидки не действуют. То есть вас по мне придется качать также очень-очень долго. То есть я буду тупо сжать, улучшить, да, потратить там определенное количество кристаллов, что это стоит, и потом тупо ждать, когда у нас закончится, так сказать, мое улучшение. Потому что, как бы, ускорять это все, на это, ребята, просто уж меня извините, на это нужно просто бешеное количество как раз-таки кристаллов. И я в танке не хочу столько донатить, потому что я, как бы, в этот Новый год, ребята, если честно, вообще не планировал делать никаких абсолютно покупок, кроме как раз-таки страйкера. Вот эта новая пушка, которую у нас разработчики вывели, вот, и она у нас сейчас присутствует на основных серверах. И как раз-таки все свои кристаллы, если бы даже я там донатил, да, себе какое-то этакое количество кристаллов, я бы, конечно, слил ее на прокачку страйкера до полностью фулл М4. Вот, и также я себе докачал бы корпуса, которые у меня оставались на моей основе не МПКшнутый. Вот это тот же самый баспик, я бы его до конца фульнул, это тот же самый молот, для которых у меня там оставалось буквально 6 или 5 шагов. Вот, и еще пару вещей, которые я хотел себе прокачать, то есть, и сделать себе полностью фулл гараж М4. Но, к сожалению, при великому моему сожалению, это у меня случится. Теперь, я так думаю, не скоро, потому что на МПКшке, ребята, я буду зарабатывать кровью и потом. То есть, я буду играть катки, я буду битвы там играть, донати я навряд ли буду, потому что я, опять же, ребята, оговорюсь, ну, как бы вкладывать деньги в то не очень хочется. И как раз таки будет такой некий эксперимент, возможно ли вообще себе полностью апнуть гараж М4, вот, если просто задротить и, так сказать, ждать вот это улучшение. Это вот будет тоже некий такой челлендж, который будет, я так думаю, ребята, проходить просто очень и очень долго. Кстати, несмотря на то, что я зашел нем сразу, я уже на третьем месте, и, если честно, меня это, ребята, просто дико, конечно же, радует. Так, ну-ка, Громик, куда ты от нас убегаешь? Во, есть. Просто молот, кстати, дорешал весь вопрос, выдал ему плюху, но я, соответственно, его уже добил. Кстати, меня сейчас сможет вот этот четвертый писюн, который находится на четвертом месте, с легкостью таки меня обогнать. А это мне вообще, ребята, конечно, не нужно делать. Так, окей. Ну, Рикошет, я не хочу с тобой союзничать, потому что ты не нарис, ты не верчишь. Рех, рех, крэйзи. Ну, мы с тобой, Тим, типа, была, типа, Тип Тима, мы должны, типа, Тимиться, не убивать друг друга. Говорят, и ты меня берешь, мало того, что крысишь мой фраг, так еще и меня начинаешь убивать. Это вообще было не круто сейчас с твоей стороны, но да ладно. Это у нас демочка, как бы, определенных и Тим правил у нас нету, так что, кто хочет, тот убьет вообще любого абсолютно игрока. Ну, да ни хера себе. Да ни хера себе, сказал я себе. Ты офигел, что ли, на тебе тогда несколько оплюхенций. Я надеюсь, тебе их будет очень-очень предостаточно, и тебе больше не захочется ехать на меня. Так, есть, добили одного кипаря. А, не, ни хера не добили. А как так? А как так? Кошак вне закона, он просто взял и самоуничтожился. Люль, он сам себя шариком убил, или что? Я что-то не могу понять. Как это сейчас могло произойти? Что он взял и самовыпилился? А, кошак? Ну-ка, кошак вне закона. Скажи, как это у тебя произошло? Раскроешь мне такой дикий безумный секрет. Кстати, вот о чем я говорил, генерал Лай меня взял и обогнал. Потому что ему, наверное, более такие попадались изи-килы, на которых он как раз-таки фармил себе это самое. А, так он у нас на Твинсе катается. Символю, он сейчас меня вроде как бы не бьет, потому что знает меня, да? И вот такой есть некий плюс как раз-таки от звания почетного летсплейщик по танкам онлайн. То, что тебе попадаются некие такие игроки, которые более-менее адекватные и стараются как минимум, ну, просто не контролить, не бить, и в большинстве случаев союзничать со мной. Ну, это, по крайней мере, в моем случае так было. Кстати, себе третье законное место я, ребята, отбил. Так что давайте нажим продолжить, я закончу уже видосик. Вот, если он вам понравился, конечно, ребята, обязательно ставьте лайки, пишите в комментарии, что вы себе приобрели на Новый год, в этот Новый год, что вы себе купили. Там фул гараж у вас, не фул, какие-то корпуса, там пушки, т.д. и т.п. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok